Доброго дня всем присутствующим и передавайте привет от меня отсутствующим. Сегодня пишем инструкцию правильного использования вихревой медицины для выздоровления. Всегда много народа, которые не понимают, как можно правильно пользоваться вихревой медициной для лечения. Я уже показал в большинстве своих роликов по этой теме, как делать самые различные устройства, объяснял о благоритмах возрождения болезней и как с этими болезнями можно бороться. Старался время от времени рассказывать подробности лечения. Сейчас наконец нашел время предложить вам некую инструкцию к применению вихревой медицины для борьбы с болезнями. Но прежде чем начать, я хочу обратиться к противникам подобного метода оздоровления, к тем идиотам, которые даже не пытаются вникнуть в суть, ничего не опробовав и даже отрицая очевидную пользу от этого прорывного метода. Придурки даже не утруждают себя прочитать хотя бы десяток комментариев под моими выпусками, где люди пишут об эффективности лечения. Просто у них тупо закрываются глаза на подобные откровения. Возможно эти тормоза думают, что я сам пишу подобные, создав сотню аккаунтов. Или что вам мешает открыть эти глаза на действительность? Безграничная тупость? Очень хотелось бы услышать хоть один здравый аргумент от этих идиотов. Кроме мантры, этого не может быть, так как не может быть и традиционная медицина рулит. Кстати, к слову скажу, что лично я уже почти 30 лет не обращаюсь к медицине, хотя проблем со здоровьем у меня хватало. Об этом я тоже много раз рассказывал. А последние два года, что я очень усиленно занимаюсь вифевой медициной, дали возможность мне самому значительно улучшить свое состояние и помочь огромному количеству людей побороть еще более огромную кучу болезней. Я уже не говорю, что косвенно помог может быть уже более сотни тем, кто активно попубликует возможности оздоровления. Посмотрите, сколько положительных комментариев в более чем 20 моих роликах по этой теме. А сколько мне пишут люди в скайпе, по почте и в телеграме. Просто масса положительных сообщений. Идиоты, просто разуйте глаза. Это самый эффективный и главное безопасный метод освобождения от болезней. И мои разработки в области энергетического посоха дали вообще новые направления развития, о которых я еще много чего расскажу. А теперь инструкцию. Если вы первый раз пользуетесь возможностями вихревой медицины, то очень желательно соблюдать последовательность действий. О самих комплектах я говорить не буду, так как их великое множество и у каждого свои особенности, как по мощности, конструктиву, так и по воздействию. Некие варианты будут почти бесполезные. Некоторые могут быть слишком мощные или перенасыщены бессмысленными функциями. Это все крайности. Но я буду объяснять, как пользоваться с точки зрения усредненного и устоявшегося варианта. Без подробностей технической стороны по мощностям и конструктивам. Чтобы у вас не болело и какие проблемы с организмом не происходили, но при первом использовании подключайте тор, так называемый бублик, и начинайте обрабатывать почки. Обязательно попарно. В первый раз по 5-10 минут. Обязательно контролируйте свое состояние. При этом, если почувствуете болезненные ощущения в почках или других органах, а также, если у вас поплывет голова, как при долгом сидении в сауне, то пока прервитесь. Очередной сеанс проводите на следующий день. Если с первым разом было все спокойно, то можете увеличить время по 10-20 минут. Если же были проблемы, то пробуйте как в первый раз. То есть снова по 5-10 минут. И так несколько дней подряд, постепенно увеличивая время до 30 минут. При спокойной реакции. Ежели у вас есть проблемы с почками, то действие следует несколько увеличить по дням и уменьшить время воздействия. Идеально, если действие с почками проведете 5-7 дней и более, если будут проблемы. И в течение этого промежутка, например, на третий или четвертый день, обработайте печень на 20-30 минут. После завершения с почками далее идем снова к печени. Уже на 30-40 минут. Если острых реакций нет, то переходим на следующий день уже на солнечное сплетение плоской. Так как иммунная система уже должна адаптироваться к воздействию, то можете спокойно доходить до 1 часа. Только имейте ввиду, если у вас были или есть проблемы с сердцем, там инфаркты, или был инсульт, некие психические заболевания, то действуйте поосторожнее. И уже в следующем сеансе переходим тором на шейные позвонки. Обычно с шеей, особенно в возрасте, уже у всех проблемы с солями и некими защемлениями, возможно травмами. Поэтому в зависимости от состояния потребуется несколько дней, но уже по одному часу и более. И только после этого цикла действий, который возможен от 1 до 2 недель, переходим на конкретные проблемные места. Особенно если это касается неких опухолей, бывших переломов, болезней суставов, кожных заболеваний и тому подобное. Но если у вас есть срочная проблема, вроде острые боли зубов или травма, некая локальная проблема, то тогда придется пренебречь предварительной процедурой и сразу воздействовать на проблемный участок. И уже после некого облегчения боли или состояния стараться следовать процедуре. Я же рассказывал о том, что если вы не очистите кровь и не подготовите так называемый полигон для борьбы, и если сразу будете воздействовать на проблемные участки, это место не сможет очиститься кровью от преобразованных отходов и они снова осядут в том же месте. Надо ли пояснять, что произойдет с многоэтажным домом, если там не будут вовремя вывозить мусор? И вот подобное может спровоцировать новый виток проблем. Из-за чего визуально произойдут обострения болезни с возможным осложнением. А такое больных очень пугает. Ведь традиционно считается, что вот проглотил таблетку или сделали уколчик, и тебе уже вроде как стало легче. Хотя на самом деле вас просто обезболили, а проблемы с болезнью остались те же, да еще химия прибавилась, с которой защите теперь придется бороться вместо начальной проблемы. И вот эти болезни постепенно перейдут в хронику. На самом деле многие недуги, если иммунитет за них взялся, будут выходить с обострением. А чтобы максимально уменьшить болезненные ощущения от обострения, и эффективно вывести поврежденную ткань, которая приобретает вид некой субстанции, способной вымываться кровью, требуется пройти предварительную процедуру очищения почек, печени, солнечного сплетения, одновременно и легких, а также шейных позвонков. Теперь об ограничениях. Одно из главных, ни в коем случае не спите с включенными устройствами, если нет таймера. И то в таком случае не стоит включать более чем на полчаса. В сутки по разным органам можно пользоваться не более 2-3 часов. По одному органу до часа. Если пользуетесь более 2-х недель подряд, то делайте перерывы от 3 до 7 суток. Иначе неизбежно иммунитет привыкнет или адаптируется к действию, как он привыкает вообще ко всему окружающему. И тогда эффективность резко упадет. Я обычно всегда привожу пример с сауны, так как действия очень похожие. Если вы раз в неделю ходите в сауну, то очень хорошо встряхиваете иммунную систему. И она тренируется. Так же как и мышцы. Но если будете каждый день ходить и тем более злоупотреблять перегрузками, то только наживете проблем. А тренировки превратятся в измывательство, которым защита тупо привыкнет и будет воспринимать как естественное, что приведет к атрофированности. Организм же привыкнет к ежедневной агрессии, устанет и замкнется в защитном коконе. Ну а если тренировки или поход в сауну будут очень редкие, то толком вы ничего не натренируете. Поэтому должен быть оптимальный режим использования, как и во всем нашей жизни. Любое излишество или недостаточность приводит к крайностям. Должно быть все оптимально, но не монотонно, так как такой режим опять же приведет к адаптации, привыканию и ритуальности действия. Вот потому категорически требуются перерывы. Причем имейте в виду, что после воздействия иммунная система находится в возбужденном состоянии до трех суток. А через семь суток, как бы забывая о происшедшем, если конечно вы не спровоцировали передоз. Такое грубое действие уже сохраняется в подсознании, как сильнейший стресс и может быть соизмерима с вариантом аллергической реакции, который придется утихомировать уже более длитным сроком перерыва. К примеру, я перед Новым годом специально спровоцировал у себя сильнейший передоз. Ради науки, конечно. Отчего восстанавливался более двух месяцев. И некоторые последствия ощущаю до сих пор. А тут еще покушение на меня в конце марта. Было довольно тяжело бороться. Но я вообще за это время не обращался к врачам и не принимал никаких лекарств. Как и последние 28 лет. Привел себя в порядок только возможностями вихревой медицины, биоэнергетики и акупунктуры. Кстати, о последнем я в ближайших выпусках немного расскажу и объясню, как пользоваться. Но, конечно, не обо всем. А буквально о нескольких десятках точек, которых нет ни в одном атласе, по акупунктуре. И об этом мне рассказали учителя еще в начальной школе биоэнергетики почти 30 лет назад. Теперь мои рекомендации. Первое. При воздействии держать тор на небольшом расстоянии около 3-5 сантиметров. В одном из прошлых видео я объяснял почему. Можете подложить пенопласт, поролон или картонную коробку. Кроме того, желательно устройство почаще двигать. То есть проводить колебательные движения в разных плоскостях. и переворачивать в стороны. Да, и советую, например, тор не брать в руки при лечении. Так как, если вы часто пользуетесь и все время держите в руках, то получаете местный передоз на сами кисти. Из-за чего могут возникнуть побочные эффекты или что-то вроде аллергии. Вот как у меня. Но я вынужден при экспериментах постоянно их касаться. Вот вам простейший пример. Вот берем что-то вроде такой линейки гибкой, естественно, не металлической. Вот одеваем резинку. И вот таким образом закрепляем. И теперь мы можем спокойно этот тор держать на расстоянии. И можем воздействовать и так, причем чем более гибкая линейка, тем даже лучше. Потому что когда вы находитесь возле объекта, внимание, он у вас свободно может быть вот так вот колебаться. Причем его удобнее ставить куда-нибудь или перемещать. Вот, например, на стол положить и к чему-то там передвинуть, подвинуть. То есть вы фактически не касаетесь этого тора. А даже вот можете находиться на таком расстоянии. Соответственно, и переворачивать можно и вот так вот играться с ним можно и что угодно. Факт то, что вы поблизости не находитесь с руками. Как альтернатива механическим колебаниям, если у вас генератор с расширенными возможностями или вы сами их сделали, то пользуйтесь модуляцией. Об этом я тоже неудократно подчеркиваю. Хотя стоит делать как ручное, так и электронное управление. Второе. Обязательно снимайте металлические цепочки и браслеты. А если обрабатываете кисти, то кольца. Металл, особенно когда он замкнут кольцом, как обычный контур, сильно искажает и поглощает статику. Особенно если цепочка на шее, то воздействуя в этой области или выше ниже, этим контуром у вас как бы срезается воздействие после самой цепочки, что приведет к искажению поля. Опять же поблизости на расстоянии менее 20 сантиметров не должно быть больших металлических предметов. Если вы сидите на офисном стуле, подложив под себя плоскую катушку, то это уже будет неправильно. Или лежите на кровати, диване, в котором пружины. На себя еще можете положить, но под себя уже нет. Зубы металлические выдирать не надо, это не сильно мешает. всякие пластины, штифты, шурупы после операции тоже не особо вредят. Но совсем близко располагать тор не следует. Третье. Учтите, что при воздействии надо думать и анализировать ваши проблемные места. Как по классике, если у вас насморк, то не значит, что надо лечить сам нос. Следует искать причину, которая может быть совершенно в другом месте. Ну или ситуация, когда у вас насморк, но вы парите ноги и проблема решается. Хотя дело тоже было не в ногах и не в носу. Так что, если у вас после сеансов нет изменений, то анализируйте, откуда могут расти ноги у болезни. Четвертую. Часто, особенно после первых сеансов, происходит бурная реакция. И далеко не всегда она болезненная. Наоборот, у некоторых возникает чувство легкости и эйфории. Появляются силы, становится полноценным сон, если были проблемы, встаешь утром без напряга и желания поспать дальше. Но эта вспышка временная на несколько недель, а после лишнее возбуждение несколько падает, хотя находится все равно на значительно большем уровне, что было до сеансов. И это естественно. Но некоторые начинают ошибочно увеличивать время воздействия, чтобы вернуться к начальному пику. Что делать не следует. Пятое. Никогда не забывайте, что самый сильный яд может принести огромную пользу, если его использовать в очень малых дозах и планомерно. И привыкнуть к нему можно тоже. Но нам ни в коем случае нельзя привыкать. К сожалению многие дорвавшие до успешных результатов пытаются и в этом случае наращивать дозу. Все это ошибки. Шестое. Конечно не стоит уповать на вихревую медицину как панацею от всего. Об этом будет рассказ на ближайших выпусках. После успешных результатов вам дается шанс изменить свое отношение к своему организму. Стоит поменять питание, жизненные приоритеты и собственное насилие над организмом. Очень неприятно смотреть как люди при первых же симптомах болезни или имея хронические заболевания упорно и планомерно травят себя химией. Это я про лекарства. Малейший недуг и гост таблеток за день просто отравляет ваш организм до беспредела. Иммунная система тут же отвлекается от болезней и пытается подавить агрессию вызванную сложнейшей обильно оседающей в клетках и сосудах. Возможно результат будет достигнут и болезнь уйдет из заметающегося иммунитета. Но обычно все значительно печальный. Если вы постоянно при каждом чихе принимаете лекарства то сложные химические взаимодействия постепенно будут разъедать ваши органы и атрофировать действия клеток организма и нервной системы. Иммунитет перестанет реагировать адаптируясь к этому состоянию и организм постепенно станет разрушаться и отмирать. В результате вы попадаете в этот заколдованный круг когда принимаете все новые и новые химпрепараты уничтожая самих себя. Кстати многие кто если принимали много лекарств и потом перешли на вихревую медицину рассказывают о химических то есть медицинских запахах исходящих от них эта статика возбуждая иммунную систему выгоняет всю химию из организма и не стоит в различных ситуациях ждать от воздействия мгновенных результатов некоторые болезни очень долго могут цепляться за вас и не отпускать особенно если вы продолжаете принимать лекарства и ничего не делаете навстречу конечно я не могу в одном выпуске разобрать все ключевые моменты использования и рассказать все нюансы для инструкции то что рассказал это вершина айсберга поэтому прошу не тыкать мне в лицо предъявами по типу а почему это не сказал а почему про то всех удовлетворить невозможно а вопросов может быть море я пока рассказал про ключевые моменты дальше вы оставляйте свои комментарии о чем хотели бы услышать если наберется достаточное количество то составлю новый выпуск по этой теме еще раз напомню некоторым тормозам вихревая медицина по факту ничего не лечит она создает условия для возбуждения иммунной системы организма и разрушает некое энергетическое взаимодействие как я чисто условно называю нейронными связями зловредных микроорганизмов а при разрушении связи эти зловреды теряют контроль между собой и выдают себя иммунной системе бесконтрольным хаосом и защите если она достаточно работоспособна остается только грамотно уничтожить этих паразитов и вывести их из организма повторяю вихревая медицина ничего не лечит и не уничтожает то есть фактически никакого вреда никому не наносит тот же самый алгоритм пробуждения защиты организма происходит когда вы паритесь сауне ставите банки горчичники или парите ноги и многие народные средства заточены именно на пробуждение иммунной системы то есть все это дает встряску организму другое дело что обычные средства действуют или чисто наружно или вовнутрь рот и желудок а статика действует глубоко вовнутрь доставая до самых тяжелых и глубоких участков если же иммунная система не способна действовать или проблема значительно тяжелее ее возможностей то что бы вы не делали как бы вы не пытались лечить организм не будет реагировать таких примеров множество когда из-за некого физического или психологического стресса человек на глазах просто угасал и какие бы светила этого человека с падения не вытаскивали и какие методы не применяли все было бесполезно а теперь будьте здоровы и до новых встреч субтитры и до новых